Всем привет! Сегодня я решила пройти прямо к доу-гаража и посмотреть, что у нас сегодня там. Мы с мужем выходили по делам, к 9 часам нам нужно было, и он сейчас пошел домой, мы оба зашли, а потом я говорю, ты знаешь, я не хочу дома сегодня сидеть. Раз уже я вышла, я поменяла маску на другую и пошла гулять. В банке очередь на улицу, на улице люди стоят. Мы тоже сегодня ходили в административное здание, и мы тоже стояли сначала на улице, дистанцию соблюдали, но там еще нужно было помимо маски, еще нужно было и перчатки, и перчатки тоже на нас были. Сегодня просто великолепная летняя погода, с утра муж немножко испугался, что мы рано утром выходим. Он вчера днем вернулся и говорит мне, завтра пойдем, ты одевай майку с коротким рукавом. А сам забыл, но я так думаю, в 9 утра будет немножко, наверное, прохладненько, нам к 9 надо. Мы вышли из дома в 8, я одела легкий свитерочек, не такой толстый, как я в прошлый раз, а легенький. Сейчас мне немножко жарковато, а он мне такой говорит, одень еще жилетку. Я говорю, зачем? А он одел жилетку, а он потом об этом пожалел, а я пожалела, что пошла не в майке. Потрясающие просто запахи, все цветет, такая красота круглая. Какие? Мы в Унжалы район ездили, в Кони Алты район Унжалы. По-моему, это Кони Алты, я еще так не ориентируюсь точно, прям конкретно, где какой район, но район называется Унжалы. Мне он понравился, мне он понравился, спокойненький такой. Знаете, я уже после Махмутлара сначала очень хотелось в центр, где все вот оживленно, вот так все носится. Теперь уже как бы наелась этого, хочется опять немножко успокойствия, я так даже на него, на этот райончик посматриваю. Но пока, пока я планирую все-таки Лару больше рассматриваю, посмотрим. Вы видите, столики все сложены, но можно купить мороженое, зайти поучу, что-то такое перекусить, но сидеть, сидеть нельзя. Центр города, просто идеальное место для новичков, потому что здесь очень хорошая развязка. Все административные здания тоже здесь сосредоточены, поэтому для новичков, какими были мы, но я еще считаю, что мы так наполовину новичками остаемся, но уже не совсем. Центр города, это просто очень хорошее место, но так немножко в сторонке, вот как мы, то это хорошо, самый центр я бы не хотела. Очень выгодное расположение, потом мы в театр так хорошо походили, долго и упорно. Если бы не закрыли, то продолжали бы ходить, у нас пропали одни билеты, потому что как раз начался карантин, деньги нам вернули, естественно. Я решила пойти в эту сторону, посмотрите, какая красота цветущая, решила пойти в эту сторону, потому что здесь меньше народу, чем в центре, я не хочу одевать маску, я хочу идти и дышать. Посмотрите, какая красота. Всюду-всюду цветущая красота. Здесь вы видите, народу очень мало, поэтому я иду спокойно, гуляю, дышусь. Сегодня надышусь от души, натопчусь ногами и опять дома будем сидеть. У нас опять предстоит, теперь не 4 дня, а 3 дня, опять за субботу-воскресенье, комендантского часа, поэтому сейчас я должна нагуляться. Дети порастеряли шахматы, я хочу пойти купить шахматы, чтобы можно было играть. Мы любим играть в шахматы, но уже как-то давно не играли, потому что фигуры потерянные, а заменять их чем-то потерянные фигуры я не люблю, я люблю, когда все полностью комплект. Смотрите, тутовник шелковица, корадут, он должен быть черным, да, это будет черный, но здесь, а вон, там уже есть черные, там есть, вот как вам показать, вот там гроздочка уже такая черная, и здесь, смотрите, уже есть несколько спелых, но я открывать не буду, потому что возле дороги, да и вообще я в белой одежде, мне не хочется пачкаться. А это похоже на белый тутовник, на белую шелковицу, но она с каким-то розовеньким отливом там. Красота! Одна радость и удовольствие гулять сейчас. Скорей бы детям разрешили, мои бедненькие уже второй месяц, почти два месяца сидят, скорее бы разрешили им, чтобы они на улицу выбежали. Ой, Виолетту, наверное, будет не согнать, наверное, она тоже. Еще шелковица, это будет кора, тут темная. Так жаль, столько деревьев подряд, и ни с одного нельзя кушать, потому что они все, четыре дерева, стоят возле дороги. Смотрите, какая трасса оживленная, то только самоубийца может кушать с этих деревьев. Люди большинство в масках, где много народу было, мы тоже маски надевали, а здесь уже многие идут без масок, потому что народу очень мало. Но уже как-то вошло в привычку. Вначале было непривычно первый раз, когда я в маски вышла, а сейчас уже все, вошло в привычку, норма. Раз, ты заходишь куда-то, нацепил эту маску на нос, вышел, снял. Есть люди, раз, маску надела, нету, сняла. Если есть возможность пройти на большом расстоянии от людей, я все время ухожу в сторону. Цветочки, там фонтанчики, красота невероятная. Скорее бы нас уже всех отпустили гулять в свободное плавание. После карантина самые простые вещи приносят самое большое удовольствие. Вы знаете, что я сейчас подумала? Я, наверное, сяду на антрай, на трамвай и поеду в метро съезжу. Мне нужно было. Вот сейчас я как раз-таки съезжу. Сейчас еще только 12 часов, у меня достаточно времени в запасе. Поэтому я поеду. Пополнять карточку, у меня там ноль на карточке, пополнять можно ее и в автоматах, а можно, вот я сейчас шла, увидела маркет по дороге. Сейчас пополню карточку и поеду. И не поеду, потому что у него система не работает. Сейчас буду искать, где есть автомат. Где-то здесь должен быть. На остановках, перед входом всегда есть. Там турникеты нужно карточкой проводить не внутри в трамвае, как в автобусе, а именно, когда турникеты проходите, на станцию проходите. И там должны быть автоматы. Сейчас пойду прямо, посмотрим. Здесь такая развязка, что можно запутаться, куда идти. Главное, не пропустить зеленый. Я иду на одном светофоре зеленый, следующий светофор там красный, я чуть не наступила, мне сигналят. Подождала здесь опять зеленый. Видите, как получается непонятно, с какой стороны куда идти, немножко можно запутаться. Ну, вы только посмотрите, какая цветущая красота повсюду. Настолько хорошо, так настроение сразу поднимается. Выходишь, а здесь просто море красок разных. Там фонтанчик еще за этим. Я уже вам показывала, там водичка плещется. Там тоже очень красиво, клумбы такие красивые. У меня есть сегодня все шансы с непривычки обгореть лицом. Но также у меня будет целых три дня комендантского часа, чтобы свое лицо привести в порядок. Но здесь еще не трамвайные пути. Трамвайные пути прямо на доу гаража. Мне нужно будет туда подойти. Это еще метров, наверное, 150 мне пройти надо. Я немножко перепутала, давно не выходила. Почему я решила поехать в метро? Потому что я же рассказывала о том, что у нас у Виолетты аллергия, и дома мы рыбу не едим. А я очень хочу креветки. И там есть креветки в ресторане. Сейчас тоже нет возможности покушать. Там есть креветки маринованные. Я хочу купить большую упаковку. Ну и посмотреть что-нибудь из еды новенькое, что-нибудь такое интересное. Потому что сейчас дома кушаем много уже. Все на свете, что можно было понаготовить, понаготовили. Теперь уже хочется чего-то такого новенького погрызть. Вот, там впереди эти деревья с такими красивыми, очень большими красивыми цветами розовыми. Наунжалы мы их видели, близко проходили. Красота невероятная. Посмотрите, как это красиво. А запах, запах непередаваемый. А мне кажется, что где-то здесь были автоматы. Я помню, что по дороге был автомат. Возле какой-то остановки. Сейчас посмотрю. Был. Я помню, мы здесь как-то... Света к нам, когда приезжала на каникулы с детьми, мы бежали в Агуру, в развлекательный центр. И у нас из-под носа уехал. Мы его махали. Не знаю, как он нас не увидел. Уехал 500-й автобус. И мы шли дальше на трамвай. И по дороге, по-моему, где-то до трамвая, по-моему, на следующей остановке я положила деньги. Потому что мне тоже не хватало. Ну и все. Смотрите, солнышко. Прям точно-точно вот оно светит на меня. И обгоревший нос мне сегодня и лоб обеспечен. Я вышла без всякой защиты на коже. Ну, кроме обычного крема. Ну, тот крем, который я использовала, у него, по-моему, все-таки какой-то фактор защиты есть. Посмотрим, насколько надежный. В Анталии очень много деревьев в городе, которые зимой сбрасывают листву. Поэтому сейчас просто зрелище после зимы такое завораживающее. Все везде цветет. А отсюда просто потрясающий запах. Сдобной выпечки. Он меня так завораживает, но я буду сдерживаться. Я на улице. Вы помните, ничего не кушаю и не пью. У нас под окнами тоже уже все деревья зеленые. Красота такая. Прямо возле окна это дерево. Когда еще мама приезжала, на нем было желтая листва. На Новый год у нас был ближе к Новому году очень сильный ветер. Всю листву сорвало. Мы встали просто в один день. Ложились, желтая листва была. Встали. Голенькое такое стоит. Теперь оно уже полностью зеленое. Народу еще мало, потому что Рамазан начался. Совпало начало... Праздник 23 апреля, праздник детей, совпал с началом Рамазана. Рамазана. Да-да-да, впереди я вижу... Нет, не 500. Если бы 500, я бы побежала, попросила бы у водителя как-нибудь. Кому-нибудь наличным бы заплатила, за меня бы люди провели карточку. Я сама так людям помогаю. Мне так часто помогают, если нужно сесть в автобус, а денег на карточке нет. Но я вижу там впереди автомат. Я все-таки буду двигаться. Я повернусь, посмотрю. Если 500 не идет, потому что именно только 500 автобус идет, куда-куда мне надо, то я там в автомате положу денежку и пойду дальше на трамвай. Посмотрите, какая красивая зелень, какие цветы. Это вам не зима, это весна и почти уже лето. Обожаю весну у нас. Она теплая, не жаркая, а именно теплая. Очень приятная, комфортная. И все цветущее, все новенькое, все такое свеженькое. Давайте я вам покажу, как пользоваться автоматом. Вот автомат Antalya Card. Смотрите, кладем карточку. Сюда я положила карточку. Посмотрим, сколько у меня. 60 куруш у меня на карточке. Сейчас я вставляю денежку. Сейчас меня зачислят. Все. И забираем карточку. Автобус еще не пришел, его не было. Прошел 13-й. Я немножечко постою, подожду и пойду на трамвай. Я приняла решение идти сразу на трамвай, потому что, я так подумала, в 500-й автобус и в нормальные времена без карантина ходил редко. А сейчас он, наверное, вообще несколько раз в день всего проходит. Поэтому я пойду лучше на трамвай. Так будет надежнее. К тому же, там к метро и кагоре легче выходить именно на трамвай. Иду очень спокойно, двигаюсь медленно, никуда вообще не спешу. Рассматриваю все до такое удовольствие. Я вот не знаю, я не помню точно, возле того здания стеклянного или дальше остановка. Потому что, если еще дальше, то я лучше сюда, наверное, пройду на Дуу Гаража. Потому что там будет следующее после Дуу Гаража. Не помню, уже так давно не ездила. Не помню эту остановку. Я пройду здесь между дворами, на Дуу Гаража сяду и одну остановочку проеду. То есть, одну остановочку до той, которой я сейчас шла и поеду дальше. Карантин для меня не прошел даром. Я поправилась, но я довольна. Я так хорошо поправилась. Потому что до этого я уже как-то сильно схудала. А на карантине мы сидим, кушаем, кушаем, кушаем. Сначала у нас был жор, безудержный просто жор. Потом он как-то пропал. Мы вообще два раза в день кушали, все только легкое. Потом он опять на нас нашел. Сейчас опять пропал. Да, я выхожу к трамвайным путям. Но я надела маску, потому что здесь народу как-то побольше. Сейчас я сориентируюсь, где остановка, направо или налево мне. Не получится сэкономить, потому что получилось так, что я вышла и нахожусь сейчас между остановками. То есть, та остановка у меня до гаража за спиной. И на таком же расстоянии впереди у меня следующая остановка. И я пойду туда. Где-то здесь, как раз среди этих магазинов, хозяйственный магазин по типу сексуальной кислой позары. Там очень-очень хорошие цены. Вообще надо у гаража хорошие цены, потому что здесь туристы не доходят сюда. И в основном покупают покупатели местные. Мы здесь с мамой тоже проходились. Несколько вещей себе купили. В дом-хозяйственном магазине я себе очень много всего купила. Там были очень хорошие, красивые шахматы. Такие добротные за 60 лир. Шахматами сейчас таскаться не буду. Может, я на обратном пути, если я успею. Я уже стала побаиваться, что нет трамвая. Потому что пока я иду, ни одного трамвая я не увидела. Но вот туда возвращается. Они редко, наверное, ходят. Но возвращается, значит, и туда будет. Сейчас покажу вам, как заходить на станцию. Вот карточка. Я ее провожу. И прохожу. Все. А в самом трамвае ничего предъявлять и оплачивать ничего не надо. Вы уже свой проезд оплатили. Ехать нам нужно до станции Алтынова. И там как раз вместе рядом находится и Агора. Но, скорее всего, она же сейчас закрыта. Агора и там же метро. Вот он идет, мой красавчик. Это идет до аэропорта. Еще есть. Они два разных ходят. А еще один идет до Экспо. Мы очень думали так хитренько, что мы будем на карантине ездить на Экспо. Но видите, как все получилось. Все позакрывали и детям запретили выходить. Смотрите, для соблюдения дистанции написано через одно сиденье. Вот здесь, возле меня тоже. Чтобы эти сиденья оставались пустые и на них никто не садился. Следующая остановка будет наша с вами. И чтобы выйти, нужно нажать на кнопочку. Станция Алтынова. Здесь я уже сейчас сниму маску. Пока я еще в маске. Сейчас пройду через терникет и сниму маску. Солнышко, солнышко. Замечательное солнышко. Как здорово находиться на улице в такую погоду. Скорее бы нашим деткам разрешили выходить. Прямо так обидно за них, что они сидят. Но, но, но. Как бы если надо, то сидим. Просто обидно, что погода такая проходит мимо нас. Но мы же здесь еще постоянно. Не первое это и не последнее лето. Поэтому детки еще надышатся. За два месяца сидения дома. Я уже забыла, какие номера автобусов, куда ходят. Сейчас проходит автобус. Я смотрю на него и судорожно начинаю вспоминать назад ехать. Если на автобусе он идет в мою сторону или не идет в мою сторону. Сейчас посмотрим, сколько народу в метро. Но это метро далековато. Оно и когда без карантина. Карантина когда не было. И тогда тоже там было мало народа. Мы как-то заходили. Я в белых брюках. Я не хочу, чтобы меня брызгали. Не брызгайте меня. Там вода. Обожаю запах прибитой. Были именно в солнечную погоду. Вот они сразу рядом. Там и агора, метро. Из-за нее икея. В икею есть проход прямо с агоры. Метро нет. Надо выходить. Ну или я просто его не знаю. Самое интересное, что в этом районе нет ни одного жилого дома. Только торговые центры, мебельные магазины, какие-то офисы и ни одного жилого дома. Вот о чем я вам говорила. Тут нет ни одного жилого дома. Теспо. Икея. Метро. Там аутлет. Фулы. Вот это вот белое, по-моему, здание. Мы несколько раз туда заходили, но ничего не нашли. В обычных магазинах Фула мне больше нравится ассортимент. А мы направляемся в метро. В икею не хочу. Совсем нет никакого желания тратиться на какие-то вещи. Хочется просто много всего вкусненького, разненького. Сейчас кто у нас в приоритете больше еда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова